Девушки отдыхают Спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие каждого, говорил знаменитый советский педагог Василий Сухомлинский. Сделать спорт доступным для всех в Славянском районе – задача, которая стоит перед органами местного самоуправления. И для ее решения делается многое. 9 спортивных школ ежегодно обучают более 5000 девчонок и мальчишек. Успешно функционирует бассейн «Дельфин», центр спортивной подготовки «Олимпиец», несколько стадионов и десятки спортивных площадок «Скейт-парк». Всего более 300 различных спортивных сооружений. Ежегодно в муниципалитете увеличивается количество вновь построенных и капитально отремонтированных спортивных объектов. В этом году районная власть, выполняя задачу губернатора Кубани о развитии спорта шаговой доступности, обеспечила установку в сельских поселениях восьми площадок с силовыми тренажерами. Накануне нового 2017 года в рамках реализации государственной программы развития физической культуры и спорта в Краснодарском крае в поселке Целинном открыта многофункциональная спортивная площадка. И взрослые, и дети должны иметь возможность заниматься, прежде всего, физической культурой и спортом. Каждая площадка, она не стоит очень больших денег. Сегодня мы, планируя проекты планировок жилых домов на квартирных, я ставлю задачу обязательно предусматривать какие-то мини-тренажеры, спортивные объекты для того, чтобы каждый мог заниматься спортом. Это перерастает в любовь к спорту, и потом, наверное, мы получаем наших кумиров, которые мы сегодня имеем, Водопьянов, Гриппич, Лукьяненко, потому что люди тоже с чего-то начинали. Они полюбили спорт, они привили себе привычку добрую, занимались спортом и вот пошли выше, достигли высших результатов. Одна из главных задач, ежегодно стоящих перед управлением по физической культуре и спорту, привлечь к регулярным занятиям как можно больше жителей района. В 2016 году из 130 тысяч жителей муниципалитета более 58 тысяч человек регулярно занимаются спортом, а это почти на 100 человек больше, чем в 2015 году. Во всех поселениях района планомерно ведется спортивно-массовая работа. Самыми спортивными в 2016 году признаны Анастасиевская, Прибрежная, Протокская, Петровская и Рисовая сельские поселения. 120 человек у нас числится в школе в отделении геревого спорта. Работаем на качество. В этом году на каждом соревновании мы приезжали с призовым местом. Впервые в последние годы наши волейболисты под началом тренера Куваева Василия Николаевича выехали на Россию. Отдельной строкой в организации массового спорта стоит летний отдых и оздоровление детей и подростков. В 2016 году в Славянском районе работали 29 дворовых спортивных площадок, которые посещали свыше 2000 человек. На каникулах ребята принимали участие в соревнованиях районного и краевого уровней. Сборная команда юношей 2001-2002 годов рождения спортивной школы «Виктория» стала бронзовым призером Кубка губернатора по футболу. Традиционно в станице Шапсукской был организован спортивно-здоровительный палаточный лагерь, в котором отдохнули более тысячи детей. На базе детско-юношеской спортивной школы «Изумруд» в течение всего лета был организован лагерь «Казачий патруль», благодаря чему 90 учащихся общеобразовательных школ смогли приобщиться к азам конного спорта. Юные славянцы отдыхали на побережье Азовского и Черного морей. Всего по линии управления по физической культуре и спорту по итогам летней кампании оздоровлено более 25 тысяч детей. 2016 год показал, что более 4 тысяч подростков Славянского района готовы к труду и обороне. Такое количество ребят приняло участие в проводимых муниципальным центром тестирования соревнованиях ГТО, которые установлены указом президента Российской Федерации. Для сегодняшней молодежи возрождение норм ГТО не воспринимается как отголосок прошлого, окажутся чем-то привычным и знакомым. Это дань традиции, дань уважения спорту, здоровому образу жизни. От трудовых подвигов к олимпийским рекордам. Для многих молодых славянцев это становится девизом по жизни. В 2016 году участие в ГТО наравне со школьниками и учащимися спортшкол в рамках спартакиады трудовых коллективов приняли и представители взрослого поколения. Президент наш Владимир Владимирович возобновил эти соревнования. Я считаю, что это очень важно для каждого из нас, потому что здоровьем нашим нужно заниматься, заниматься и в молодости, и уже и в нашем молодости. Спорт невозможен без соревновательного момента. В 2016 году в районе были проведены более 700 спортивных мероприятий. В них приняло участие свыше 120 тысяч человек. Групные мероприятия проходили, это как наши внутренние, это прежде всего спартакиада наших сельских поселений. Возобновили мы по волейболу, где участвуют 8 команд, первенство района по футболу. Это дает возможность нашим ребятам соревноваться с другими поселениями. Также проходили крупные мероприятия, это всероссийского уровня. Начиная с Кубка губернатора, у нас проводится масса соревнований по настольному теннису. Это и Кубок России был среди молодежи в этом году, и клубный чемпионат, премьер-лига проводят. Второй был турнир на призы Сергея Водопьянова. Это отрадно, что у нас сегодня спортивные базы соответствуют проведению этих соревнований. Это позволяет не только провести сборы, но и позволяет нашим тренерам повышать свою квалификацию. И на следующий год нам очень много мероприятий просятся, дают календарь на следующий год, легкая атлетика, в том числе бокс, настольный теннис, борьба, эргоримская борьба вольная. Проведению такого количества состязаний способствует как общий высокий уровень развития спорта в муниципалитете, так и сохраняемая и приумножаемая годами материальная техническая база. Центр спортивной подготовки «Олимпиец» это на сегодняшний день единственный действующий манеж в крае, который способен принять соревнования федерального уровня. Поэтому именно Славянскому району в 2016 году выпала честь провести 7 спортивных всероссийских состязаний, а это несколько тысяч спортсменов из всех уголков страны. Мы сегодня в городе у нас называемый стандартный центр развития и уплотнений не только в красотарском крае, но и в России. Для повышения уровня мастерства наших спортсменов и тренерско-преподавательского состава знаменитые спортсмены края и России, легкоатлеты, баскетболисты и многие другие, приглашенные в Славянский район в 2016 году, провели ряд мастер-классов, в ходе которых делились накопленным опытом. Делятся опытом с молодежью и ветераны спорта нашего района. Они активно принимают участие в различных мероприятиях. Работа Совета ветеранов спорта Славянского района ежегодно признается одной из самых лучших в крае. 2016 год стал годом подтверждения высокого класса наших спортсменов в комплексной молодежной спартакиаде Кубани. В общем зачете наши ребята уже в 15-й раз стали первыми. Призовые места спартакиады заняли боксеры, академическая гребля, вольная борьба, тейквондо, спортивная гимнастика и легкая атлетика. 2016-й принес в спортивную копилку района 925 медалей на соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней. 11 воспитанников детских спортивных школ вошли в состав сборных команд России по легкой атлетике, настольному теннису, тейквондо, боксу и гиревому спорту. 168 вошли в краевые сборные. Подготовлено более 3000 спортсменов массовых разрядов, что практически на 1000 больше, чем в прошлом году. 21 спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 3 удостоены звания мастер спорта России. Чемпион – это талант, трудолюбие, целеустремленность спортсмена, помноженные на педагогический дар и великое терпение тренера. Сильный тренерско-преподавательский состав, сложившийся в районе, продолжает трудиться и сегодня. Более 100 тренеров, пятеро из которых носят звание «Заслуженный тренер России», 28 тренеров высшей квалификации – это залог успеха юных спортсменов. В течение года успешно работали 24 федерации по видам спорта. В детско-юношеской спортивной школе номер 1 имени Станислава Терентьевича Шевченко под руководством 13 тренеров-преподавателей, двое из которых Сергей Грибич и Анна Рябухина, носят звание «Заслуженных тренеров России», высоких успехов добиваются легкоатлеты и гимнасты. В 2016 году порадовали шестовики школы. Евгений Лукьяненко стал серебряным призером чемпионата России. Золото первенства России завоевал Владислав Старущенко, серебро Илья Горлов. Также на легкоатлетическом небосклоне Славянского района засверкали имена Анастасии Мельниковой, Никиты Крыловского и Ярослава Куткового. Победителями первенств ЮФО и Края стали пять воспитанников отделения спортивной гимнастики Алина Захарчук, Анна Кириченко, Марина Суфрадзе, Арина Залога и Дарья Липунова. В школе «Триумф» успешно работают 16 тренеров-преподавателей, в числе которых заслуженный тренер России Сергей Буштец. Воспитанник отделения греко-римской борьбы Никита Степанов в 2016 году стал призером первенства Южного федерального округа. Воспитанник группы «Мотокросса» тренера Михаила Фролова Алексей Стрелков стал победителем в первенстве Краснодарского края. Боксер Дмитрий Зубко, мастер спорта России, стал призером всероссийских соревнований, а Егор Голиков стал победителем всероссийских соревнований на призы Сергея Водопьянова и выполнил норматив мастера спорта России. Тренирует этих ребят Александр Водопьянов. Учащихся отделения настольного тенниса спортшколы «Юность» хорошо знают не только в крае, но и в России. Тренерскую работу здесь ведут 12 преподавателей. Гордость школы Виктория Серебренникова, мастер спорта России, в 2016 году стала победителем всероссийского турнира сильнейших спортсменов страны. Алексей Чернышков и Александр Боровик, мастера спорта России, стали абсолютными чемпионами Южного федерального округа. Их тренеры Владимир Боровик и Вадим Крылов – заслуженные работники физической культуры и спорта Кубани. Федерация бально-спортивных танцев развивается благодаря родению пяти тренеров спортшколы «Кристалл». Фара Ворошилов, Артем и Щербак Екатерина, тренер Геннадий Калиниченко стали призерами краевых соревнований. Воспитанники специализированной спортивной школы по футболу в 2016 году стали серебряными призерами первенства Краснодарского края среди юношей 2003 года рождения. Тренеры ребят Андрей Белоусов и Василий Виковщина. Спортшкола Станицы Петровской – это отделение тейквондо и вольной борьбы. 14 тренеров-преподавателей. Победителями первенства Краснодарского края по вольной борьбе стали Дмитрий Лисуненко и Алексей Растимишин. Тренеры Юрий Курячий и Владимир Васюк. Процентов 30 у нас занимается спортом и 20 процентов в Станице занимается вольной борьбой. С каждым годом у нас детишек все больше и больше, родители ведут. Я бы хотел поблагодарить наших родителей за то, что они доверяют нам, специалистам, доверяют нашему виду спорта. Я считаю, что это мужской вид спорта. Реквандисты Сергей Слепич, Артем Тутов, Валерия Сологуб под руководством тренеров Александра Лисина и Романа Лагненко стали победителями и призерами первенств России. Также в этом виде спорта в районе появились новые мастера спорта России – Надежда Глышко и Дмитрий Мирошниченко. Игорь Алтышев и Сергей Слепич стали кандидатами в мастера. Волейболисты спортшколы «Урожай» имени Владимира Викторовича Симоненко под руководством тренера Василия Куваева стали бронзовыми призерами первенства Краснодарского края. Благодаря большой работе по развитию относительно новой для Славянского района игры регби, которой занимаются тренеры Елена Азбукина и Виталий Пахиленко, наши регбисты в 2016 году завоевали 97 медалей на российских и краевых турнирах. Много достижений показали и воспитанники гиревого спорта. Под руководством Александра Рогозы Абраменко Дарья стала членом сборной команды России, победителем первенства Европы среди юношей и девушек 2016 года. Дмитрий Немыкин и Виталий Ященко стали мастерами спорта России и победителями первенства и Кубка России. Спортшкола «Белая ладья» развивает такие виды спорта, как шахматы, шашки и спортивный туризм. Несколько шахматных наград краевых соревнований принесла школе Ульяна Колодченко под руководством тренера Нины Шапарь. Среди туристов хороший результат показал Кузнецов Дмитрий, тренер Артем Любимцев. Детско-юношеская спортивная школа «Изумруд» интересна тем любителям спорта, кто увлекается академической греблей, конным спортом и людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Под руководством тренеров по академической гребле Валентины Стукловой, Владимира и Алексея Конюшковых здесь вырастили 9 кандидатов в сборную страны. В уходящем году за средства районного бюджета для гребцов была приобретена новая лодка, занятия на которой, безусловно, позволят повысить уровень мастерства. Свой вклад в копилку спортивных побед Славянского района внесли и участники паралимпийского движения. Это сильные духом, мужественные и волевые люди, которые каждый раз побеждают самого главного соперника – самих себя. Славянские паралимпийцы – пример для всех. В 2016 году Наталья Павлюкова завоевала первое место по плаванию на Спартакеаде инвалидов Кубани, а также серебро на Кубке России по плаванию. Николай Мазуренко стал победителем Спартакеады инвалидов Кубани в таких видах, как плавание, настольный теннис и легкая атлетика. Наша материально-техническая база Славянского района позволяет заниматься различными видами спорта. В клубе культивируется 10 видов спорта. Это легкая атлетика, настольный теннис, шашки, шахматы, бадминтон, жимштанги лежа, плавание. Есть возможность заниматься также конным спортом. К нам с удовольствием едут инвалиды, в том числе и колясочники. Со школьной скамьи, с дворовой площадки, юные жители нашего района привыкли, что спорт – это часть повседневной жизни. Ведь спорт – это здоровье, спорт – это сила и выносливость. Спорт – это лучший воспитатель, который формирует не только тело, но и дух. Тот, кто познал счастье заниматься спортом, знает счастье движения вперед, знает, что мира любой победы – это труд. Труд на благо себя, своей семьи, своей родины. Субтитры создавал DimaTorzok